Здравствуйте дорогие друзья! Меня зовут Буянов Дмитрий, я художник-любитель. Сегодня мы с вами продолжаем нашу рубрику по объяснению и разъяснению информационного энергетического фона картин. И сегодня у нас на повестке прекрасный художник 19 века Адольф Вильям Букро, который родился во Франции. Занимался академической живописью в стиле классического романтизма, а также были штрихи у него в барокко, романтизме. И сегодняшняя картина, которую вы можете видеть сзади меня, это вольная копия интерпретации картины Букро. И специально я уже не один раз об этом упоминал, что я разбираю всегда на основе своих вольных копий картин, которые были списаны с оригинала. Почему? Потому что проведя через себя данную информацию, ее можно корректировать. Только художник при написании картин может закладывать ту или иную фоновую информацию, естественно, через игры. И я сегодня разбираю чудесный сюжет под названием «Поклонницы». И как эта картина может воздействовать на тех людей, которые смотрят на нее, любуются. И уж тем более на тех людей, которые живут вместе с ней. Вот сегодня Адольф Вильям Букро и с его прекрасным полотном художника французского «Поклонницы» мы должны увидеть и должны разобрать подетально на последующих нескольких минутах. Дорогие друзья, начинаем разбор. Картина Адольфа Вильяма Букро «Поклонница» написана в 1897 году. Аригинал находится в художественном музее Сан-Антонио, Музеем оф арт Сан-Антонио. Академический стиль романтизма Букро придает особый колорит картине. Мною было добавлено воспроизведение вольной копии в теплом цветовом спектре. Преимущественно ярко-свежие листва – символ щедрот природы. Яркие персиковые оттенки тел – символ наполненности жизнелюбием и здоровья. Ярко-голубые оттенки неба – как символ мира. Девушки-поклонницы окружили Купидона и с восхищением ожидают от него смущенного решения. Девушка справа, облаченная в белую и темно-синюю мантию – аллегория реальной жизни с ее суровыми проявлениями и чистыми помыслами благородства – символично придерживает руку мальчика, позволяя подумать и придержать выстрел стрелы Купидона. В левой части картины девушка в розовой мантии – символ романтической мечтательности. Любуется Купидоном и тем самым вызывает его смущение. На дальнем фоне мы можем видеть часть античного сооружения, который указует, что сюжет относится к древнегреческой культуре. Информационный фон картины поклонницы замечательно подойдет для спальных комнат, излучая гармоничные отношения, мечтательности и благополучия взаимоотношений. Картина своей энергетикой укрепляет взаимоотношения близких людей, находящихся в комнате размещения данного шедевра.